Виолетта Сатарова возмущена до предела. В малосемейном общежитии, где она живет, уже несколько месяцев идет капитальный ремонт. Рабочие обновляют потолки, стены и полы. Женщина была уверена, что после этого начнется замена сантехники. Вместо этого ремонтники вернули на место старый унитаз. Виолетта считает, что коммунальщики должны заменить всю сантехнику. Ведь, как говорит женщина, кухня и санузлы в малосемейке общие. Следовательно, покупать их за свой счет жильцы не обязаны. Эта площадь именно вот этого коридора, она не приватизированная. В приватизацию не входит, она считается как муниципальная. И они нам говорят, они нам ее и приватизировать не дают. И ссылаются на то, что мы должны здесь все делать сами. Готовить на общей кухне жильцы не могут. Газовая плита не работает, говорит Виолетта. Вот и приходится многим пользоваться электрической плиткой и варить суп у себя в комнате. А ведь это не соответствует пожарной безопасности, уверяет женщина. К тому же, в последнее время они часто начали топить соседей снизу из-за неисправного унитаза. А что, вот у нас унитазы, у нас все треснутые унитазы. Директор управляющей компании «Вокзальная» Оксана Мирясева поясняет, малосемейное общежитие когда-то принадлежало предприятию Нижнекамск-Нефтехим. Год назад дом перевели на баланс города. В прошлом году там отремонтировали кровлю и сантехнику. В этом обновляют лестничные клетки. Ремонт лестничных клеток сразу не подразумевает то, что идет замена сантехнических приборов и также плит. Согласно 354-му постановлению, управляющая компания обслуживает до первой запорной арматуры, то есть до первого вентиля. Поэтому все остальное является собственностью жильцов. Руководитель заверяет, раз комнаты приватизированы, то за всю сантехнику теперь отвечают собственники, то есть сами жильцы. Они должны собрать необходимые суммы и купить все необходимое. Стараемся как бы жильцам уйти на уступки. Если они покупают какие-то запчасти, то если у нас в квартирах идет платная заявка, то в домах бывших общежитий мы просто устанавливаем бесплатно. По словам Оксаны Мирясевой, включить замену сантехники в программу капитального ремонта они не имеют права. Поэтому жителям дома «Корабельные-3» остается купить оборудование самим, либо довольствоваться тем, что есть. Регина Шигапова, Максим Галимдян. Эфир 24.